Алексей Александрович, 16 числа референдум. В случае, если Севастополь и Крым заявят о том, что они хотят быть вместе с Россией, а Россия заявит о том, что мы вас принимаем, вот какая дальнейшая судьба военнослужащих украинских, которые находятся на территории Севастополя и Крыма. Возможно, их вхождение в состав российской армии. Как это будет происходить? Я надеюсь, что мы можем говорить, что Крым однозначно выберет такой путь развития. И Российская Федерация без всякого сомнения в ускоренном порядке рассмотрит этот вопрос. И тут речь не идет о каких-то месяцах или долгих сроков. Речь идет о днях. Мы должны это понимать, потому что и народ Российской Федерации, и народ Крыма, они в своем стремлении объединиться достаточно последовательно. Я уверен, что это произойдет. По ощущениям, я понимаю, я беседовал с тысячами людьми уже здесь. И не только сегодня. Это были полтора месяца я уже, слава Богу, как здесь нахожусь очень часто. Что же касается военнослужащих, то без всякого сомнения, пусть никто не сомневается, что в случае желания вступления в российскую армию, они будут, конечно, приняты. И те законы, которые работают в Российской Федерации, это по денежным довольствиям, по ипотечному кредитованию военнослужащих, по различным выплатам офицерскому составу, все это будет распространяться, конечно, и на военнослужащих, которые будут внести службу в Крыму. И процесс этот не столь сложный, как может показаться, или как некоторые эксперты это прогнозируют. Я думаю, что этот процесс будет буквально в считанные дни, или какой-то переходный период, это может до курортного сезона все решиться. Тем более, что нельзя говорить о том, что тут военные части какого-то там огромного количества. Все это в силах организационных и организационных возможностях Российской Федерации. Пускай никто из военнослужащих ни на эту тему не переживает. Российская Федерация задействует все возможные способы для того, чтобы этот вопрос был решен быстро и в надлежащем порядке. Никаких не вижу здесь сложностей, честно скажу. Те военнослужащие, жители западных регионов Украины, которые здесь проходят службу, что делать с ними? Если им поступит приказ не покидать воинские части, они скажут, да, мы признаем киевскую власть и подчиняемся ей. Вот как? Ну, они находятся на территории чужого государства. На всякий случай так. Не думаю, что на территории чужого государства они могут делать все, что считают нужным. На то есть и международные законы, и просто здравый смысл. Они должны прекрасно понимать. Те офицеры и военнослужащие, которые находятся на сегодняшний день якобы в прямом подчинении, непонятно кому, на всякий случай. Незаконная власть уж точно, абсолютно. Президента они почему-то не слушают. Законно избранного, надо заметить, в сегодняшний день. Юридически, который остается легитимным. Но это люди, которые должны покинуть территорию другого государства, в которой они уже сейчас, надо заметить, находятся в другом государстве. Но на сегодняшний день, насколько я понимаю, ведутся переговоры с ними. И все люди вменяемые соберутся, кто хочет, и покинут часть. Ну, а кто уж не хочет, тот, видимо, придет на службу в Российской Федерации. Что мы будем приветствовать? Что делать с теми военнослужащими, которые, можно сказать, это полторы тысячи военнослужащих, жителей Крыма и Севастополя, которые насильно удерживаются сейчас на кораблях и воинских частях в Одессе, в Киеве. Их не выпускают. Как с ними быть? Как их оттуда вот... Они желают вернуться, они желают принять присягу на верность народу Крыму, в данный момент. Но их не выпускают. Вы знаете, здесь должны работать дипломаты уже Российской Федерации. Это граждане, если они делают такой выбор другой страны. И это надо точно понимать. Если все-таки их удерживают насильственным путем, то, вы знаете, это уже практически захват заложников. А с захватчиками по-разному можно поступать. Не надо никому забывать простую вещь, что на сегодняшний день президент Российской Федерации имеет мандат на введение войск для защиты граждан Российской Федерации. Я бы никому не советовал применять кому бы то ни было насильственные действия. Потому что мы должны понимать, что русские друг друга не бросают. Особенно в беде. Не надо на наших граждан давить подобным образом. Если они захватывают наших граждан, которые не желают оставаться гражданами Украины, или они уже граждане Российской Федерации, то мы имеем все законные основания считать, что это захват заложников. Не думаю, что после проведения референдума у какие-то горячие головы захотят желающих покинуть расположение воинских частей или кораблей, удерживать их насильственным методом. Это серьезный международный прецедент. И Российская Федерация его не оставит без внимания. После проведения референдума до официального вступления Севастополя в состав Российской Федерации вот такой буферный период остается. Обеспечит ли российская армия на этот период безопасность жителей Крыма и Севастополя? Многие переживают, что после референдума отряды самообороны исчезнут. Как это будет происходить? Вы знаете, этот буферный период будет длиться очень недолго. Потому что уже запланирована на следующую неделю сессия Государственной Думы, которая должна будет принять упрощенный порядок присоединения территорий, ну и в частности Крыма и Севастополя. Думаю, что здесь речь идет на дни. И за это время мало что может измениться. Ну а Российская Федерация уже и на сегодняшний день имеет все возможности для защиты собственных граждан. И никто не мешает на сегодняшний день даже этим заниматься. Другое дело, что мы не используем эти возможности, потому что народ Крыма самоорганизован, силен и последовательен в своих действиях, что позволяет ему чувствовать себя в безопасности. Но если такая необходимость будет существовать, то я уверен, что Российская Федерация сделает все возможное для того, чтобы защитить народ Крыма. Тут вы должны быть абсолютно спокойны. Возможно ли возрождение такого крупного завода, Севастопольского морского завода? Я скажу, что я как член комитета по обороне и часто взаимодействую с военно-промышленной комиссией при правительстве Российской Федерации, возглавляет ее Дмитрий Олегович Рогозин, однозначно есть такие планы, серьезных не только инвестиций, но и вообще серьезных планов возрождения судопостроительной отрасли, которая будет являться базовой и ключевой здесь, в Крыму. И я уверен, что она даст не только этот завод, но и все судостроительные заводы, которые, скорее всего, будут наделены серьезными субсидиями, будут возрождены и войдут в объединенную судостроительную корпорацию, которая производит огромное количество судостроительной техники судов и военного производства, и гражданского производства. Я думаю, что эти заводы могут рассчитывать на полную поддержку государства, так как здесь всегда была и на сегодняшний день будет базой для возрождения вот такого серьезного российского флота. Это даст не только возможность нашему государству, уже вместе с Крымом, естественно, развивать судостроение, но и даст, естественно, и социальные определенные перспективы, и рабочие места, ну и все то, что связано с возрождением вот такого производства, как судостроение. Думаю, что это будет не только выгодно с точки зрения материальной, но еще и с точки зрения и социальной, ну и моральной, конечно, так как Крым станет уже совсем другой территорией, которая будет производить современнейшую серьезную технику. Скажите, Севастополь, он и останется главной базой, да, Черноморского флота России, то есть вариант с Новороссийском, да, когда Россия готовила, как бы, и будет ли усиливаться там, я знаю, что строились корабли и подводные лодки, вот они, поступят ли они в Севастополь в этом году? Я могу сказать, что, как сказал в свое время вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Райвозин, что русский флот не бомж, у него есть дом, этот дом называется Севастополь. Вот я могу повторить, что этот дом мы будем плохо устраивать, укреплять и развивать. Пускай никто не сомневается, что это дом русского флота, он таковым и останется. И этот дом будет надежно защищен, он будет красив, он будет развиваться, и, конечно, здесь будет все самое современное новое вооружение, которое на сегодняшний присутствует Российской Федерации. А я вам скажу, что к 2020 году русская армия и флот будет одним из самых мощных в мире. Алексей Александрович, политическая ситуация на юго-востоке Украины обострена. Окажет ли помощь Россия, если об этом попросят ее соотечественники? Это серьезный вопрос, который вы задали. Действительно, я скажу так, что уже с Крымом понятно. Для меня, во всяком случае, понятно. Потому что стоит проехать по городу, побеседовать, и не только по Крыму. Все будет так ясно. А вот что касается юго-востока, это серьезный вопрос. Потому что на сегодняшний день та революция, вооруженный захват власти, точнее, которая на сегодняшний день, та хунта, которая пришла к власти и проповедует свои ценности, это страшное дело. Потому что ни одна революция не может быть лояльной к другим, кто против нее. Она их должна уничтожать любыми способами. Так было всегда, и так будет сейчас. Будут уничтожаться русские люди, исповедующие русскую культуру, говорящие на русском языке, исповедующие религию православную, русской православной церкви. Это очень серьезный аспект. И не мы раскололи Украину. Она уже сейчас по факту расколана. Она расколана на Мовороссию, Новороссию. Она расколана на западенцев. И эта черта проведена. Она проведена не нами. Люди там требуют защиты. Они имеют право на нее. Они должны, конечно, противостоять этой бандеровской сволочи. Других вариантов там просто нет. Иначе они будут просто физически уничтожены. Пройдет насильственная укранизация. Вы посмотрите, они в учебниках уже вписывают. Главным у них в школьных учебниках – это война. Четыре войны с Россией. Это все будет делаться для того, чтобы создать у нас в подбрюшье России такое национальное бандеровское государство. Мы, конечно, допустить это себе не можем. Потому что мы прекрасно понимаем, что через какое-то количество лет эти люди, они будут не просто агрессивно настроены к нам, они будут впитывать вот такие вещи, которые, конечно, не соответствуют никакому историческому периоду. Они не соответствуют ни нашей культуре вообще. Они не соответствуют ничему. Это просто чистая русофобия, чистый нацизм. И это чистая ненависть к тем, кто не говорит так же, как говорят они на западном, западенском языке. Это не соответствует никаким международным нормам. Это не соответствует здравому смыслу. Но это существует. И мы должны это принять как данность. Такое и есть. Что из этого надо исходить? Надо защищать тот народ, который там живет. Он просит и требует этой защиты. Мы не можем к этому оставаться равнодушными. Как это будет происходить, я пока не могу сказать. Но мы же с вами еще и недавно не могли сказать, как это будет происходить в Крыму. Поэтому давайте посмотрим. Ну, надо сказать точно, что русский народ, который на сегодняшний день проживает на юго-востоке, так называемой Украины, не останется без внимания со стороны Российской Федерации. Спасибо вам за беседу. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин